Сегодня на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Снежный» состоялись шестые соревнования по лыжному спорту на Кубок Магаданской городской думы. Состязания проходили среди учащихся начальных классов. Мероприятие проводится ежегодно. На территории комплекса организован круг для бега на лыжах длиной в 200 метров. Подробнее о соревнованиях рассказал председатель Магаданской городской думы. Это мероприятие было организовано именно для детей начальных общеобразовательных школ. Команда формируется эстафетная. По четыре участника. Первый, второй, третий, четвертый класс. По одному представителю одного класса. Именно командные соревнования, чтобы в детях развивался и спортивный дух, и чувство локтя, чувство поддержки работы в команде. Ну и самое главное, это приобщение к спорту, приобщение к лыжам, приобщение к здоровому образу жизни. При поддержке городской думы организуются также и мероприятие «Малая лыжня», где участвуют воспитанники детских садов. Сергей Смирнов отметил, что благодаря тому, что соревнования проходят уже не первый год, можно наблюдать, как дети начинают с самых малых лет участвовать в спортивных состязаниях, а после продолжают развиваться не только в лыжном беге, но и в других видах спорта. «Быстро разгонялась, штак и штак к победе». «Пришла к каким номерам?» «Первым». «Первым номером?» «Да». «Молодец. А кто с тебя болеет?» «Мама, учительница Наталья Сергеевна и папа. И мои друзья». «Давай, давай, давай, давай!» Юные ученицы соревнуются уже во второй раз. При такой поддержке Маргарита стала призером эстафеты. О подготовке к соревнованиям рассказал отец спортсменки. «У меня участвовала средняя дочка Симыкина Маргарита. Готовились две недели. Готовились на гороховом поле. Очень активно помогала жена супруга Симыкина Галина Сергеевна. Готовились, старались и, в общем, результат дает о себе знать». По словам Евгения, эти соревнования стали семейным делом. Старший сын ранее участвовал, а младшей дочери это только предстоит. После забега юные спортсмены могли согреться в столовой спортивного комплекса и угоститься чаем и ароматной булочкой. Все участники были награждены медалями и дипломами. Победителям эстафеты достались призовые кубки. Депутаты Магаданской областной думы рассмотрели вопросы налоговой политики, межбюджетных отношений, развития региона по программе особой экономической зоны. В прошлом году между Минфином России и правительством Колымы были заключены соглашения. Согласно им, Магаданской области будут предоставляться бюджетные кредиты из федеральной казны. Это, по словам специалистов, поможет частично покрыть дефицит регионального бюджета. У нас в Магаданской области в этом году высвобождается 793 миллиона и, соответственно, мы можем их направить. Первое, компенсация по снижению налоговых и налоговых доходов. Это мы не прогнозируем, то есть направлений с производителями будет. Мероприятие, связанное с профилактикой устранения последствий коронавирусной инфекции, более 70 миллионов планируется на здравоохранение. Также покупка СИЗОВ и лекарственных средств. Следующее, это расходные обязательства, связанные с реализацией региональных проектов. Обеспечивающих достижение цели показать результаты федеральных проектов. То есть на софинансирование по нацпроектам планируется также направлять эти средства до порядка 940 миллионов. Кроме того, парламентарии обсудили изменения программы развития особой экономической зоны в Магаданской области на 2021 год. Средства предложили перераспределить. Первое – на строительство ангара для хранения техники для Северного Артека. Второе – на укрепление материально-технической базы в области физической культуры и спорта. У нас проходит региональная акция «Обменяй сигарету на конфету». Пять сигарет или пачку сигарет, и вам будет протеиновый батончик. Да с радостью. Держите. Спасибо большое за участие в акции. Спасибо. Пять сигарет за протеиновый батончик. В скверах и парках Магадана провели акцию «Замений сигарету на конфету». Волонтеры обменивали сладости на никотиносодержащую продукцию. Организатор – Министерство внутренней информационной политики Колымы. Проводят акцию в рамках регионального антинаркотического проекта «Даже не пробуй». Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни. Это напоминание лишний раз людям, что вредно употреблять алкоголь. Курить и употреблять запрещенные вещества. Волонтеры сейчас находятся в сквере 70-летия. Мы подходим к людям, узнаем, курят они или нет. Предлагаем обменять пять сигарет на протеиновый батончик. До этого мы стояли на точках в городском парке, и скоро мы пойдем в сквер 60-летия. Волонтеры отмечают, что каждый второй магаданец отказывается поучаствовать в акции, потому что не курит. Также в рамках проекта «Даже не пробуй» на Калме проводят конкурс фотографий и видеороликов. Работы должны отражать зависимость от вредных привычек. Прием заявок стартовал 6 апреля. В Магаданской области восемь участников и инвалидов Великой Отечественной войны в честь Дня Победы получат 10 тысяч рублей. Право на такую выплату имеют колымчане, которые принимали участие в военных действиях 1941-1945 годов включительно. Кроме того, они должны постоянно проживать на территории России или в Латвийской, Литовской и Эстонской республиках. Выплатят средства без заявления в апреле вместе с пенсией сотрудники ПФР или силовые ведомства. 10 тысяч тонн асфальта сотрудники ГЛУД планируют положить в Магадане в этом году. На благоустройство выделили более 300 миллионов рублей. Трудиться над внешним видом города будут ГЛУД, Горсвет и Комбинат зелёного хозяйства. Губернатор Колымы Сергей Носов утвердил программу «Столица» – стратегия развития Магадана до 2030 года. Выделенная сумма – почти 14 миллиардов рублей. Программа «Столица» состоит из многих пунктов, разделов. Это и стройки, это и ремонты фасадов, это и обустройство общественных пространств, это дворовые территории. Вот в этом году выделена тоже, как я скажу, беспрецедентная сумма. Тут губернатор всё, что обещает, он подтверждает всеми документами. 100 было у нас на дворы в прошлом году, пообещал 170, 170 заложено в программу «Столица» и 170 миллионов мы должны освоить на дворовых территориях. По словам главы муниципалитета, во дворах нужно провести модернизацию контейнерных площадок, мест для крупногабаритных отходов и многого другого. В этом году планируют сделать семь дворов. Особое внимание уделят улицам Билибина и Октябрьской. Так как, по словам специалиста, после строительства бассейна эти дворы в ненадлежащем состоянии. По некоторым местам уже готова проектно-сметная документация. Эксперты прислушивались и к пожеланиям жильцов этих домов. Люди говорили, как нужно перерезать парковку. Может где-то уменьшить детскую площадку, она чрезмерна, но негде поставить машины, поэтому де-факто ставят машины всё-таки на детскую площадку и так далее. Я думаю, что это всё будет выполнено. Также каждый год будут выделять 50 миллионов рублей на ремонт подпорных стен в Магадане. На данный момент запланировали пять, по трём из которых есть проектно-сметная документация. В отделении по вопросам миграции ОМВД России по городу Магадану прошла акция «Госуслуги. Это просто». Все граждане, посетившие учреждения, были уведомлены о предложениях, которые реализуют только при использовании портала государственных услуг. Так, например, в случае замены паспорта при подаче заявления через интернет-сервер, гражданину предоставляется скидка в размере 30% на оплату госпошлины. В рамках этой акции проходили процедуры предоставления государственных услуг гражданам Российской Федерации по регистрационному учёту, по документированию паспорта гражданина Российской Федерации, а также добровольной доктороскопической регистрации граждан Российской Федерации. Также специалисты отметили, что воспользоваться порталом госуслуги может только гражданин Российской Федерации. Предоставляемый спектр услуг позволяет ускорить получение документов и справок. Плюсом портала является его круглосуточная доступность. Работа с сайтом www.3wgosuslugi.ru позволяет организациям минимизировать очередь, а гражданам ускорить процесс оформления того или иного документа. Работа с сайтом www.3wgosuslugi.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова